включу все же съемку видео на этом гнезде борских орлов самка что-то сейчас очень орала задрав голову немножко вверх это обычно происходит тогда когда она видит какую-то опасность ну а какая здесь бывает опасность для этих огромных птиц здесь иногда появляется какой-то другой самец чужой и подлетал даже набирался наглости но это было где-то в марте наверное в конце или в апреле один раз он садился вот на этом сучки который видим справа вот этот сучок справа левее этого куста зеленого там зеленые ели мне кажется растет и вот на этом сучке буквально рядом с гнездом там какой-то нами полтора метра до этого гнезда вот этот незваный значит гостью и саживался пока него нет не прилетал и не гонял самец видимо от услышав эти тревожные такие крики и кто-то здесь наверное сейчас тоже какая-то птица обычно они как раз смотрит в ту сторону делать появляется опасность значит где-то кружит какая-то птица там над этой самка сверху а птенцы дрыхнут наверно наелись и гнездо уже видно что стану очень тесным этим двум оставшимся птенцам так помним что третьего птенца семнадцатого семнадцатого мая один из этих более крупных птенцов сбросил из гнезда ну вниз и это все как бы припустительстве ага вот пролетает мне кажется сорока пролетала белобока мелькнула между стволом и этой вот самкой между стволом елки на котором гнездо вот туда она сейчас смотрит вниз она куда-то улетела мне кажется сорока белое что-то там мелькнуло так вот осталось два птенца а самка равнодушно смотрела как несколько минут один из самец из этих птенцов сталкивал постепенно краю гнезда вот сюда вперед там где вот это внизу надпись появляется сейчас вот на этот край один из крупных птенцов потому что третий был маленький очень и меньше ел и он позже вылупился наверное дня на 4-5 и вот такой хиленький был и они его и яму и есть меньше доставалось потому что они два больших большего размера птенцов всегда первыми склёвывали склёвывали из клюва самки еду и вот этот маленький птенец в конце концов оказался с краю и был вытолкнут самка даже не воспрепятствовала этому поскольку эта процедура длилась несколько некоторое время наоборот самка как бы открыла место она вот так же сидела и птенца этого маленького толкала а перед ним сидела вот эта самка так она даже отодвинулась вот туда вперёд и только тогда этот один из более крупных самцов птенцов сбросил вот этого малыша вот такая вот дикая природа ну здесь так же гнездо значит обращено веб-камера находится с юга от этого гнезда с южной стороны гнезда и слева видно тоже заходящее солнце ну не солнце а закат так же как в предыдущей трансляции где родные орёл был самец и самка так здесь тоже вот слева небо окрашивается таким розовато-оранжевым цветом вечерней зари а правее где наступает сумерта так это верхний обзор уже до упора открыт только можно смотреть что ниже вот какое огромное крыло птенца уже стало скоро они будут пробовать летать вот опять ли какой-то шмель жужжит не знаю как запишется этот звук или шмель или паса но я не думаю что это что это пчела потому что так поздно пчелы летают и время уже 22 часа 16 минут один птенец уже топчется здесь по гнезду и как я раньше говорил в этом гнезде очень близко к дну гнезда были установлены микрофоны ну один наверное микрофон может быть второй также веб-камеру строим в прошлом году я видел как микрофон заменяли потому что самка докопалась до него клювом таскала его и видимо не совсем оторвало а проводку где-то оборвало а этот самый тоненький кабель не кабель а этот пластмассовый сам 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 провод внутри которого оборвался проводник вот он там повис и висел видно было что это микрофон белого цвета там висел там она его таскала потом бросила и отпустила и он там висел и потом наверное вот поднимались я правда это не видел хотя наверное это значит на канале засняли этот момент в общем поменяли на другой этот микрофон и они уже в прошлом году его поменяли но в этом году наверное очевидно они где-то в марте его перестали на другое место вот улетела самка значит поставили где-то в другое место гнезда и очень очень близко к дну к днищу гнезда и все стали очень отчетливо все шорохи даже слышны раньше так слышно не было с предыдущим микрофоном не было слышно вот оба птенца на ногах ну они одинакового размера это только так вид разный потому что как я уже говорил в других трансляциях если какой-то объект находится очень близко к объективу веб-камере то он непропорционально увеличивается в размере то есть искажение оптическое происходит то что ближе становится несоразмерно больше чем вот окружающие так и в этом случае оба птенца одинакового размера но тот который близко находится к веб-камере тот кажется что больше на самом деле такой ну самка улетела куда-то в принципе конечно она может еще на вечерний лов поспеть на лов рыбы в этом озере потому что тут то же самое возле этого поселочка Дурба находится и довольно таки большое озеро Дурба ну какое большое длиною где-то наверное когда я смотрел в масштабе на карте около двух метров длиной а шириной наверное около четырехсот там пятисот метров и находится поселка центра поселка этого Дурба озеро находится где-то примерно в полукилометре чуть побольше где-то пятьсот восемьсот метров до берега озера вот птицы разголтелись вот уже ага какой-то вскрик был птичий и потом самка опять стала кричать где-то наверное она рядом сидит а птенцы смотрят в нее сторону и опять же слышим слышно жужжание немножко послабже не знаю наверное не запишется этот звук жужжания там шмеля или осы когда я вчера или позавчера там обратил это внимание на жужжение то в динамиках в динамиках компьютера у меня оно было слышно это жужжание а потом когда я смотрел уже отснятый кусочек кусочек видео в этом моменте то этот запись это звук значит жужжание не был слышен не записан не записался но далековато наверное микрофона мне кажется что то здесь эта самка летает сверху и вот по движением клювов птенцов видно в какую сторону они смотрят наблюдая за этой самкой я думаю что то она летит где то издалека стала слышна кукушка но птицы другие слышны лучше слышны лучше то это часов 22 часов 22 часов 22 часов минуты можно утон ок либо заканчивать эту задачу Ага, опять кто-то пролетел, наверное, самка сверху. И птенцы смотрят наверх тоже. Вверх задрали голову. Кто-то там летает сверху. Или, может быть, это самка там пытается устрашить пролетавшую там птицу. Мне кажется, сорока там была, как я уже говорил. Что это издавало громкие, значит, такие звуки резкие, самка. Наверное, стревоженная, чтобы поблизости где-то эта сорока усиживалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok